Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами вступаем в новый день, но тогда, когда мы находимся в этом сезоне, то новый день почти не отличается от того, что называется ночи день. Потому что день настолько короткий, а ночь настолько длинная, и та местность, где мы с вами живем, она как раз вот в этот день определяется очень длинной ночью. Поэтому пусть для нас обстоятельства вокруг не будут нами управлять. То есть то, что есть вокруг, это не значит, что день не пришел. Он пришел, и для нас он важен, и для нас он ценен, потому что количество часов в дне не уменьшилось, просто светового дня стало меньше. А для этого нам есть необходимость включить внутри себя этот светильник и уже гореть, гореть во славу Божью всем тем, чем нас Бог снабдил. И поэтому, вступив вот в этот сезон темного времени суток, или темного времени сезонного времени, да, зимнего времени, холодного времени, мы с вами под покровом, мы с вами при свете Божьего Слова. И меня это радует. Поэтому я хочу вам сказать, может быть, вы живете в южных местах, и у вас там совсем по-другому, и вам там светло, и тепло, и уютно. Но мы с вами можем использовать возможность сейчас внутри себя зажигать вот те камины, ту теплую атмосферу, которая делает нас уютными и принимающими друг друга там, где мы находимся. Поэтому мы проходим такой непростой период сейчас в жизни Давида и, в общем-то, по сезону тоже. Поэтому это дает колорит того, чтобы нам легче понять, что проходил Давид и в какие вступал обстоятельства. «И шел Давид и люди его своим путем, а семей шел по окраине горы, со стороны его шел и злословил, и бросал камни на сторону его и пылью». Посмотрите, и он понял, что это безнаказанно. И нам кажется, Господь, ну ты чего не заступаешься, я-то правильную позицию принял. Я же сейчас не пошел убивать, а мог бы. Я же сейчас не пошел его нейтрализовывать, а мог бы. У меня есть желающие это сделать за одно мгновение, и они уже видят его мертвым псом. Я-то смирился перед тобой, но почему ты сейчас ничего не делаешь? Он продолжает идти вдоль параллельно, бросать камни, бросать пыль, бросать злословие. И, вы знаете, мы можем тоже оказываться в такой позиции, когда как будто бы Бог медлит. Но на самом деле у всего есть своя мера. И Господь не опаздывает, Он долготерпит, доколе люди не могут прийти в себя и покаяться. Но, безусловно, это решение выбирает не Бог, а человек. Он дает время, Он дает возможность, а выбор за человеком. И поэтому, когда Божье долготерпение нам кажется, то, что Он не видит, то, что Он заснул или Он отвернулся, то это кажется, это ложь. Потому что Бог на самом деле не спит и не дремлет, хранящий Израиль. Господь видит и вход, и выход. И знает, как нас защитить. А уж тем более в момент мятежа, который случился с Авесоломом. Об этом еще Бог говорил через пророка Давиду сразу после его грехопадения. Когда сказал, что из дома твоего восстанет против тебя. Поэтому, в общем-то, Давид понимал, он зашел сейчас в определенный плод своих неправильных решений прежде. И это от Давида не отнять. Он умел эти вещи обнаруживать и, на самом деле, живя под покровом Божьим, взвешивать те детали, которые другим не были видны. Я желаю, чтобы мы с вами тоже могли понимать, что все в жизни закономерно. Нет ничего и не бывает такого случайного, чтобы мы сказали, а вот это случай, а вот это неожиданно, а вот это неправда, а вот это несправедливо. Даже если нам сейчас кажется это так, то мы на самом деле можем увидеть, почему мы здесь оказались, но только чуть попозже. Потому что, когда мы будем оборачиваться назад в свою жизнь, осматривая ее уже с позиции прошедшей перспективы, то это видится более целостной картиной. Потому что тогда, когда мы в самом моменте, мы видим только то, что в моменте происходит. Но когда пройдет уже часть жизни, вот обратите внимание, те события, которые вас за год волновали, которые вас за год могли приводить в состояние отчаяния, недоумения. Что сейчас с ними? Решились они или решаются? Могли ли вы приложить больше усилий, чем приложили? Я думаю, что в чем-то и могли, но в любом случае решение от Господа. Поэтому я хочу и сейчас вместе с вами призвать Божью власть и могущество на все обстоятельства. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы стоим на той дороге, где Твоя любовь и Твое царство, оно пребывает. Оно пребывает вечно, оно вне времени, а мы во времени. И поэтому нам важно также брать из небесных хранилищ то, что для нас является большим и необходимым состоянием и сердца, и души, и разума, и чувств. И я прошу Тебя, дай нам иметь тот баланс внутри, на который изливается Твой смысл, на который изливается Твой выход. И я благодарна Тебе за то, что мы сегодня, стоя перед Тобой, утверждаем Твое царство и Твое могущество там, где мы находимся. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин